Вот премия, которую Сечин выписал сам себе в Роснефть, вот эти вот 354 миллиарда рублей, которые сейчас, вот в эти дни, выписаны менеджментом Роснефти самим себе, премиальные за 2019 год, по итогам 2019 года, рекордная сумма, рекордная сумма премиальных. Так вот, эта рекордная сумма премиальных самим себе, с нашей нефти, Роснефть, и вот эти претерианцы, это гвардия, которой разрешено все, что угодно, это связанные вещи. Из-за таптывания до таптывания прессы свободной, это связанные вещи все, это то, чем они занимаются. Они поняли, что поздно пить боржоми, они будут напоследок дочищать казну и обеспечивать себе, так сказать, да, свое нахождение у власти. Государство, то, что называется у нас государством, это администрация, так сказать, они занимаются двумя вещами. Они воруют и окапываются у власти, которая дает им возможность воровать. Ничего третьего они не делают, разве что лгут и зачищают информацию, вот и сюжет ведомостей сюда встраивается. Они зачищают информационное поле, они лгут, чтобы остаться у власти, да, и они очень боятся улицы. Это единственное, чего они боятся всерьез. Выборы у них под контролем. Для выборов есть Панфилова, да, и учителя, которые нарисуют, вкинут и так далее просто. А вот улицы, они боятся. И накануне предполагаемых социальных волнений, когда, так сказать, что происходит с экономикой российской, более-менее понятно и без Сонина, и без экономистов, мы это видим просто своими глазами. Они в преддверии этих волнений дают полный кодглав силовикам. Они говорят, ребят, мы вас продолжаем кормить. С силовиками все будет до последней секунды. С Тантоном Макутами они будут накормлены. У них зарплаты, гарантии, там все будет в порядке. Да, защищайте нас и с вами все будет в порядке. Вы, никакого суда не будет, вы можете сделать все, что угодно, вы видите, вы в полной безопасности. Просто эти Тантон Макуты, они двоечники, они не знают об этом. Им об этом не говорят. Что они на защите Сечина, Путина и всей этой шоблы, компании, да. Но в тот момент, когда численный состав, когда им будет противостоять не Костя Котов с плакатиком, не Эльдар Дадин и не Пономарев, да, Лев Александрович, а когда им будет противостоять разъяренная, голодная толпа, в этот момент, да, совершенно опять-таки не важно, что написано у них в законе. Да, и в этот момент начнется, да, дарвинизм. Он уже происходит. Субтитры сделал DimaTorzok